Мы с вами проведем сейчас рейт-ВЦФ юниоров. Для тех, кто не каждый раз присутствует на этом мероприятии, напоминаю, что по правилам Всемирной Федерации кошек 10 животных из класса юниоров по сегодняшнему дню раздавляются по местам с 1 по 10. Но проблема в том, что у нас слишком хорошие участники, слишком амбициозные, со слишком хорошими животными. Поэтому в ринге будет 21 животное, из которых 11 уйдут с поощрительными призами. А уже остававшуюся десятку, мы расставляем в 2 места. Не вчера в двух рингах было стыдно перед животными кого-то ставить первым, кого-то десятым, кого-то отправлять поощрительным призом. Ну, правда, животное очень высокого класса, вы это сами видите. Поэтому сегодня я решила вступить в коррупционный сговор с теми, кто пойдет с поощрительными призами. Мы приготовили очень хорошие поощрительные призы. Индивидуальный пледик для каждого животного, фирменный, красивый. Поэтому у меня очень большая просьба, в основном, конечно, к животным. Не обижаться, если вы уходите с поощрительным призом. Лады? Кошки сказали лады. Хорошо. И я забыла представить, меня зовут Татьяна Николаевна Потапова, я эксперт в Северной Федерации Кошек по всем породам. И напоминаю, животные все красивые. И каждая порода, да, имеет свой стандарт. В стандарте описаны основные требования породы. Только основные. Но совокупность каких-то субъективных причин, она бывает разная. И понятие красоты и гармонии у каждого эксперта может быть свое. И такая реорганизация, как Всемирная Федерация Кошек, это понимает. Поэтому в правилах поведения и экспертизы есть такой пункт. Днение эксперта не оспаривается. Поэтому заранее прошу прощения всем, особенно ухожения. Нашли. 21 животное. Поэтому мы сделаем вот что. Кратенько пройдемся по каждому. Потом оставим десятку. А пока мы будем по ним проходиться, я расскажу, и вам станет понятно, почему. И вам станет еще понятно, почему мне так тяжело. Потому что он правда животное высочайшего класса. Номер 9. Курильский бобтейл. Черный мраморный. Иди, наша птичка. Что такое бобтейл? А ну что у нас происходит с колонками? Бобк. Круглый. Тейл. Хвост. Да? Значит, в идеале у курила, или у любого бобтейла, то должен быть хвост. На самом деле, это, знаете, такие эрудиментарные позвоночные остатки хвоста. И кураж в том, когда он, вот эти вот остаточные позвонки имеют самую нутую форму. Идут, 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 замыкаются. Здесь просто остаточный хвостик. Ну и что? Ну не случилось у нас такого замкнутого боба. Но зато он короткий. Самое главное, симметричный. Если вот линию спины мы смотрим, то хвостик является, пусть он смешной, пусть он помпончик, но он является продолжением линии спины. Так, зайчики, кто из-за губы в детину? Нет, все точно. Скажите, как зовут? Зовут как? Стас. Сезонов? Стасик Сезонов. Папа плачет, мама плачет, я плачу. Подойди, пожалуйста, сюда. Стасик Сезонов. Сколько лет детенку? Пять лет. В чем одет? Какая куртка? Молодой папа в чем одет? Темная куртка, пятилетний мальчишка зовут Стас. Ребята, ловим. Здесь вон уходит. Стас Сезонов. Стас Сезонов, пожалуйста, подойди к сцене. Стасик Сезонов. Нашелся? Предъявите Стасика Сезонова, будет лучшим в ринге юниором. Ну, слава богу. Не трогайте дитину, тихте. Вон ухлит. Так, так, ну, возвращаемся к котам. Курины бывают, в принципе, короткошерстные, полудлинношерстные. Вот прекрасный экземпляр полудлинношерстного кота. Из достоинств. Хвостик мы уже увидели. Коренастый, мощный. Хорошие щеки. И, пожалуйста, это уже индивидуальная особенность и везение владельцев. Смотрите на эти глаза. Очень красивые. И самое главное. Так я же видела. Ну, что ты тут немножко хвастаешь. Да, что хвастаешь. Очень красивые. Ровного, прокрашенного цвета. Юниоры, как правило, у них цвет глаз может гулять. Но здесь глазки будут, ну, очень красивые. Да, ты вырастишь настоящая женщина. Я уже вижу. Вот такой курильский покоёк. Поехали. Сейчас у нас будет, раз, два, три, четыре, пять майн-кунов. Вот для сокращения времени все майн-куны, все, кто может, подойдут сюда. Владельцы поднимают. У меня не хватит просто стюартов с пять человек. Тоже одна. Вот она заводит тяжелых котов, а мне их тяга. Я белого. Чего? Давайте я помаху. Разобрали всех котов. Если удерживаю. У меня была... Ой, не твою твизию, что ж с тобой будет вовремя. Паптик. Ира. Ну, нельзя же таких здоровых мышц. Паптик. Итак, когда появились белые майн-куны, мы все думали, боже мой, зачем нам это надо, некоммерческое, красное, все, все в порядке, все в порядке. Итак, что мы ждем от инкуна? Массы, поверьте, килл, ну, восемь-девять. Уже есть длинный, вот она, длинного хвоста, который достает до лопаток. Вчера я вам в бринге взрослых это говорила, видела сама. У нас у приятелей мой дом, который на даче, ходит ловить птичек. Так вот, в прыжке он прыгает до пяти метров. И когда вот такая махина летит в прыжке, у него хвост работает балансом. То есть оторваться от этого просто невозможно. Что мы еще от инкуна ждем? Тяжелой головы. И самое сложное дело у инкунов, это голова, ее форма и пропорции. Она должна быть трапецией и тайной формы. Все вспомнили школу, что такое трапеция, чем она отличается от треугольника. Это выраженная морда, в английском это называется маслом. То есть она должна быть не треугольная, а именно вот такой коробкой. Массивной коробкой с широкими щеками. Но при этом еще очень важен коста ушей. Кот-юниор, я не знаю, он от испуга уши расширен или это его недостаток. Сейчас попробую расслабить, чтобы не было. Или показать внутрюю кулу ушей. О-о-о-о, давай. Вот, вот теперь правильно у вас на уши. То, что вы видели до этого, это стрессовое. Он опять стрессовывает, душа пустая. Но по идее уши стоят вот так. Кисточки. Кисточки между пальцами. И для меня всегда загадка. Как огромный кот белого окраса. Будучи, вот знаете, как мужчины особо не обращают внимания. Куда вступил, как пошел. Как нужно быть таким белым и чистым. И вообще, когда берешь ухоженное животное в ринге, хочется владельцу сказать спасибо. Я не знаю, как его можно. Я не знаю, как вообще он это терпит. Не знаю. Но владелец, безусловно, дослуживает отдельной пухловой. Именно поэтому я была в руки белая животная. Это отдельный вопрос. А тебе спасибо за то, что ты у нас есть. Кот-кошка номер 17. Более того, когда вы покупаете мейнкона, то месяцев 5-6 вы уже понимаете. Это будет 12-15 килограммовая махина или это будет 8-килограммовый котик. Следующий номер у нас 17-й. Рыжий нахальный красавец. Сколько месяцев? Алба? Семь. Вот два семимесячных кота. Это генетика. Вот знаете, один рождается там метр пять с кепкой, а другой рождается два метра с кепкой. Вот это называется генетика. Но очень красивый окрас, характер. Да? Ты не учился у соседок, как вырываться. Давай, стой, постанем. Растягиваем. Не хочешь растяжку? Мне все хотят. Растягиваем. Если при этом Майкун чувствует спокойно себя и поднимает голову, это вообще красота невероятная. И не голубь, зайчуночек. Как для Рыжего, конечно, хотелось бы более яркий цвет глаз. И я бы хотела вот в следующий раз в руках вот так и вообще поддержать более массивную. Но в любом случае, очень хороший, с хорошей головой и с изумительным характером. Еще одна важная вещь у Майкуна, это подбородок. Если мы проведем ровную линию от кончика носа до подбородка, это должна быть подробная линия. Следующий, подойдите, пожалуйста. И мы всех таких набрали. У меня вчера бодиберин был. Значит, прошу посмотреть. Вот у нас, кстати, такой подбородок. Нам и попался. Стоять. Вот. От кончика носа до подбородка абсолютно ровная линия. О, у тебя пуза-то неизвини, пуза. Итак, как? Подожди, давай. Просто правильно поставим. Красный кот, 17-й истории. Мы говорим и о генетике, и о разведении животных. Два крайних варианта. Один сейчас разленький и маловато подшерстка, а у другого подшерстка слишком много. И то, что является его, может быть, его личной гордостью и красотой, в частности, вот этот хвостяк, видите, вот эти, вот. На самом деле, для Мейтфона это не есть хорошо, потому что у него должен быть к меру подшерсток, а дальше идет покровный шелковистый волос. Поэтому одному нужно подчесывать, а другому нужно вычесывать, чтобы выглядеть хорошо. Но, я тебе добавлю. Но, в любом случае, если бы я, вот если бы у меня не было дома два потрясающих американских кота, я бы, держа в руках такое чудо, я бы ей, Богу, задумалась. Такой зверь, даже моей собаке не помешала. Так, следующий. Номер восемнадцатый. Тоже год. Сколько месяцев? Четыре. Да у тебя еще все впереди. В любом случае, четыре месяца. Для четырех месяцев достаточно тяжелый. Хорошая пропорция тела. А поешь ты как? Послушай меня. Может, ты оперный театр направлен? Да. Значит, нахлая. Поет оно. Посмотрите, оно при этом голову не наклоняет, даже пытается поднять. Давай вот так встань. Ну, такой, знаете, будет. Ты у нас в намером идешь или красным? Красным. Я вчера говорила, и вы все уже давно знаете, красный цвет всегда сопряжен с тэпбиокрасом. То есть не бывает ровных красных животных, они всегда слегка рисунчатые. Этот не слегка рисунчатый, но... Какой номер? Это 18? 18, извините, я смотрю на 14. Вот он и считается красным, потому что подбородок светлый, рисунок достаточно хороший, достаточно яркий. У промарок, помните, вот здесь должна быть линия в форме бабочки. Вот она наша бабочка. Конечно, я капризная, я хотела бы, чтобы у тебя полосочка вот здесь еще была. Но, в принципе, очень достойный 4-месячный линерчик. И остался у нас еще одна рыжая мавлая морда, номер 14. Вот это как раз тот случай, когда вроде как и рисунчатый, но красный. Иди сюда. Во-первых, цвет красный более насыщенный. Во-вторых, рисунок есть, но он меньше. Но полосатые лапы мы заметили, попы мы заметили полосатые, вот заметили. Подбородок у тебя не не осветленный, но очень массивный, красивый, яркий. Смотрите, на эти лапище. Бигбок сыграть можно. И давай мы с тобой грамотно поставим уши. Сядь, пожалуйста. Где моя махалочка, ребятки? Да, спасибо. Уши. Оп. Ай, по-тизюляй, да? По-тизюляй. Поставь ушки. Спокойненько, спокойненько. Поставь, пожалуйста, ушки. Оп. Оп. Видите? Понимаете, когда живот расписует уш, поставу шеи, иногда даже вот тонус тела, нужно в животной кусты в кипре часть. Тогда оно себя ведет расслабленно. И вы можете показать его, и только там всякие тонкости, но и достоинства те, которые отданы природой. Достаточно сильный подбородок. Конечно, для такой ширины морды мне бы хотелось чуть длиннее длину черепа. Ну, это уже такое, мало ли чем не хочется. Хотелось бы мне более массивные вот эти места, которые называются вибрисы, и тогда это будет более такое, знаете, квадратное коробки. И иди, ну, кот, ну, очень достойный я. Э, алло, кто мне красного заберет? Мейн-куном я вам всех описала? Так, слава тебе, господи. Кто по клеткам, кто по местам, как хотите. Э, длинношерство скотиш-фор. Штука, которая появилась недавно, а вот мы ее уже любились. Тридцать шестой номер. Тридцать шестой. Теперь у нас много, да? Когда мы говорим о скотишах, первое, о чем мы думаем, это лапки. Ну, ты купися в это собираешься, на столе. Так вот, о скотишах мы начали говорить. Первое требование скотишах длинная шерсть, короткая, неважно. Уши должны быть плотно-плотно прижаты к колорелу. Когда, вот, убираешь шерсть, какое впечатление, что кошка в клоточке. Знаете вам, и кошка в клоточке. Хотя, хотя. Очень хорошая краса живописная. И кого должен иметь одну треть белого. Кузо покажи. Ну, нормально. Нормально. А что ты не так сердишься? Мало хвалю? Ну, давай хвалить больше. Скотиш Достаточно животное, пассивное. Демонстрируется у вас так отличие от моих динамонов. А теперь прижимай уши, покажи, что всем какой-то красивый и улыбнись. Потому что у всех кошек независимо от пород. Есть такое понятие, называется оно open expression. Открытое выражение лица. И тот, кто более дружелюбно выглядит при любой форме глаз, при любом цвете глаз, как правило, в гости выигрывает. Коктус. Открыть глаз. Пальше. Владельцу совет. Подойдите ко мне немножко позже. Я расскажу, как верхние веки чуть-чуть подогречить. Очень хороший код. Спасибо, что ты у нас участвуешь. Три обесинца у нас. 59, 61, 62. Есть? Давайте. А тут вот вчера одна обесинка сигала из клетки на плечо мне прям. А давайте сразу троих. Конечно. 21 человек. Понимаете, давайте я их сразу опишу, а потом будем выбирать клок. А кто будет шипеть, тот вообще пойдет. Знаешь, куда? И так, апельсинская порода. Два красных и никея красных. Бывают вчера только один протал как мелко, но тем не менее. Смотрите, какая красивая живописная... я тебя перевалила. Красивая живописная окошка. Ты красавец, ты красавец. У тебя хороший контраст подбородка и шерсти. Очень правильная голова. Нет никаких... Вот знаете, бывает, идет, идет, идет морда, потом западение. Вот здесь, видите, как это вот, я наклоняю вот так. И вот эта линия мне ну очень нравится. Да, я бы тебя поцеловала, но ты еще маленький. Так, держимся. Преописицы садятся по местам. Два бенгала. 71 и 72. Кот и кошка. Они одного окраса, они юниуры. Да, вижу, какие юниуры. Не надо. Два бенгала. Одна вижу, вторая. Это кошка? Да, что же это будет? Знаете, вот всегда кота, я никогда не смотрю под хвост, потому что по морде все равно выражение лица выдает фокус. Тут никуда не денешься. Становимся рядом. Так, чтобы не дразнить друг друга и рассказывать о породе бенгалах. Раньше у нас бенгалы были такие, знаете, черно-серые. А потом, дай Бог здоровья, у нас одной, извините, черно-серой, в хорошем смысле семье, они завезли очень хорошие крови. И бенгалы стали тем, чем они смотрятся сейчас. На светлом фоне, чем светлее фон, чем выше третий кота, на светлом фоне вот эти пятна, розетки, почему розетки, они должны иметь замкнутую форму, осветленную внутри. И чем больше контраст между шоном, розеткой и цветом розетки, тем акции животного выше. Еще одно существенное замечание. чем больше мы уходим в сторону кремово-шоколадно-рыжих цветов, тем кураж выше. Стали бока. И еще одна куражная вещь бенгала это сочетание кремово-красно-рыжего и зеленых глаз. Это просто бомба. Бомба настолько, что я знаю семью по соседству. У них стерильный бенгальский корм. Ну, бенгалок живет за бенгалом, все равно убегает. И когда он убежал, я была уверена, что его не верну. Потому что найти такого кота и отдать его было невозможно. Соседи за ночь склеили объявление, все в порядке, но они даже еще не успели довешать объявление. ходит парень и девушка с этим готовы. А они спрашивают, скажите, то есть они просто говорят, пожалуйста, заберите, мы представляем, как вы страдаете. А санкет рассказывает, а я спрашиваю, ну, понятно, что денежку дает и говорит, вот вы не сказали об вознаграждении, а у вас не было мысли оставить себе? А нашедшие говорят, вы знаете, мы представили, если бы мы потеряли такое красивое животное, удобное, вот такая моя трогательная история. Итак, кот, слышь ты, а я хочу у тебя более зеленые глаза. Ну, ты, конечно, на цветах ты выигрываешь, но ну, так, я люблю зеленую попью. Так, кошка, дай заглянуть в твои глазки. Тихо, тихо, твоя очередь еще не пришла. Поприки. Смотрите, о, оповедение, боже, 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 классно, щас. О, окрасы, на данный момент, в бентале вообще очень ховарный окрас. Очень часто он рождается серенький, не какие-нибудь, а потом вырастает такая, потому что в эти глаза смотреть не возможно. А что поешь? В оперный театр пойдешь. Глаза тоже в стадии формирования. Поэтому я, маленькая, я понимаю зеленые глаза. Это редко бывает, когда у желудного, особенно зеленоглазого, зеленоглазого, зеленоглазого формируется цвет сразу. Лишь бы он был ровный. Покажи, ровный окрас. Да, достаточно. Растетесь мне. Растет очень хорошо. Глаза в стандарте. Окрас в стандарте, тональность формируется. Прямо сейчас. Срочно. Иди расскажу. Так, с бенгалами разобрались. Ой, какая сейчас будет ворота, ребята. Вы не представляете. Деван Рекса у нас их целых три. 91, 95, 96. Рексовые обороты. Кто держит в стале, кто не держит. Что? 96. Ой, слава тебе, господи, это дончики. И то я уже, даже в очках скоро будет нужна лупа, очки и все остальное. Деван у нас только один. Славить придется только одного. Отойдите, чтобы я не вас славила, а ворота Деван Рексов. На самом деле, все Рексовые кошки, это кудрявые кошки, подразумевают, что у них шерсть идет таким, знаете, мелким завитком. И кураж в том, чтобы завиток был плотный. Он может быть пошире, поуже, но он должен быть. У Девана есть свои особенности. Это абсолютно инопланетная голова. Широкие, широко поставленные уши, роскошные глаза, чисто такие, знаете, масянские, сильные подбородок. Это мускулистые кошки. Но так получилось. Я хорошо знаю Девана, потому что первым Деваном на Украину привезла яблок. И как это случилось? Я была на выставке в Польше. И прохожу по выставке, смотрю, лежат вот в лежаке в клетке крысяка. Просто белые крысяка. Маленькие-маленькие. Я узнала там, ну, поляки, знаете, в Паньском можно рассказать, что такое кошка и как и что. И так получилось, что я, пока мы с владельцем договаривались о котятах, пришел мой муж и сказал, нечего покупать кота, покупаешь дочка-котенка, покупаешь взрослого. Я купила белого кота, модель шлокимя, он у всех родословных приходит, потому что кот был бомбовый. А потом мы к нему привезли черную пеннистую кошку. Вот с этого, собственно, пошли Девана. Поэтому я очень хорошо знаю их пара. Это маленькая, умная, интеллектуальная, даже не собака, человечка. Ну, а теперь я возьму руки Девана, которые у меня за спиной, и посмотрим, насколько он соответствует тому, что я рассказала. Так. Значит так. Это кошка, поэтому требование к ней чуть ниже, чем у кота. Есть у всех рексовых кошек такой секрет, чтобы завиток проступил, владельцы вообще безосенчиво плюют на руках, там работают. Я не могу привезли к его кота, мы сделаем это так, тактично, водичкой. Садите, какую укладку мы сделали, учитывая, что это юниорчик. Если ты будешь кусать, не палец, я тебе дам руку. Значит, алло, алло, стоять. Деван демонстрируется так, как демонстрируются кошки кускулистые. Он должен показать широкую грудную предку, кускулистую лапу. А мы же не забываем, что это кошка. Но, значит, заводчик, кошка экстремальная. Почему экстремальная? Череп у нее должен быть, конечно, длиннее. И, знаете, очень важно, когда заводчик видит достоинство и потенциал животного. Эта кошка не пестовская, а потенциальная. Потому что она улучшит череп любому коту, у которого есть другие недостатки. У нее хороший профиль. У нее очень широкое... Вот, смотрите, глаза те, о которых я рассказывала. Вон они раскосые, масянские, все хорошо, все замечательно. Даже усы кудрявые. Но вот здесь чуть-чуть бы пролезть вот эту часть, и ты бы была. Ну, шоу пришел. Ну, я знаю, кому тебя найдется. Достойная мужчинка, которая тебе поможет. Но в целом, вот если кто-то видит кошки-собеседника, то ваша порода будет. Спасибо за удовольствие. Так, с демончиками мы рассчитались. Дончики, говорите. Ну, идите. Вчера я рассказывала на ринге взрослых свободных. Дончики появились в 86-м году осенью до помета обычных кошек. Вдруг родился голый котенок. Смею себе напомнить, что в этом же году, в мае, был Чернобыль. Связывать это или не связывать, я не знаю. Но ген оказался доминантным. То есть от одного голого котенка пошла вся порода. Я буду говорить неприятные вещи, потому что вы не видели того, что видела я. Я рассказываю зрителям. Этот взрослый кот вырастал, там массу помета. Вот все его хотят, все было так хорошо, замечательно. Потом он попал в Ленинград, а я в это время приехала к приятельнице, она, эксперт. И она говорит, ты не понимаешь, вот дончак у меня сейчас в доме. А было холодно, зима, холодно в Питере было. Он лежит на батарее, в свитере, все. И она говорит, ну, подержи. Знаете, вот это ощущение я до сих пор не запутаю. Оно голое, горячее, еще и потное. И все себе представили, что это было в начале. А потом порода совершенствовалась. И сейчас в стандарте написано. Не ай-яй-якайте, что было, то было. Во многом знали и многие печали. И я с удовольствием беру руки, сальчиков, которые с того восемьдесят шестого года стали совсем друхными. И в стандарте «Слава тебе, Господи!» написали. Сухая, сплакчатая кожа. И я руки беру спокойно. Так и делаю. Ну, что такое сфинк с любовью? Это бесшерстная кожа. Кто мне покажет шерсть, я съем свою шерсть. Кроме того, шерсти нет, а красы разные. Но смотрите, какая смешная черепаха. Черепаха – это пятна черного и красного цвета. Смотрите, даже голые бывают цветные. Ой, как хочется, я тебя пойму. Так, следующее. А что у тебя с носом, Алёв, на тебе морду набил? Кто набил? А, подручка набила. Ты, наверное, вчера поздно с беста пришел. Пацан, давай с тобой говорить по-взрослому. Ты ж сфинкс, поэтому хочу видеть тебя бесшерстно. У нас, кстати, был курьезный случай. У нас есть очень хороший заботчик канадских сфинксов, у которого абсолютно голые животные. И в Польшу решили купить котенка. И когда смотрели этого котенка, он был настолько бесшерстный, что поляки сказали, наверное, ему сделали депиляцию. Китюзь, без обид. Ты ж мужчина, ты ж на меня не обидишься. Все-таки сходить надо депиляцию, потому что, ну, не комиксую. Побриться, я уже знаю. Экстерьер очень хороший. Все пропорции. Вот голова замечательная. Характер. Посмотрите, какой, боже, какой мужчина. Какой хороший характер. Ну, вопрос, молодость. То есть, тех не бывает. Но, в принципе, как дончак, ну, я бы тебя порубила. А что ты мне моргаешь? А, вас подбит? Я поняла, я уже обрадовалась, что мама моргает. Спасибо большое. Дончиков садятся. И у нас остается... Ой, страдание мое. Страдание, страдание. Два скотиша. Сто одиннадцать, сто тринадцать. У нас сегодня был длинный скотиш. Это сто тринадцать, сто одиннадцать. Папа. Страдание. Сто одиннадцать, да. Ах, боже, какие красавцы. Чуть-чуть, даже разно даже не шли. Сто одиннадцать. Сто одиннадцать. Поскольку мы молоды, кошка. Значит, преимущество этого животного... Групкий голос. Вращали и не таких. У шерсти. Скотиши. Похоже на британца. Хочу. Как у британца. Плюш. Вот хочу. Шерсть длинноватая и не плюшевая. Поэтому отвлекает голосом. Вы же не понимаете, что мы уже заседли. Изумительные глаза. Вот туда, смотрите. Изумительные, открытые, язванные глаза. Просто изумительные. Лиловый цвет. Очень красивый. Согласитесь. Но ты, когда не крутой, ты гораздо лучше, чем крутой. Что еще? Ну, кроме шерсти, мне придраться не к чему. Но шерсть это существенно. Да, это правда. Следующий. Сто одиннадцатый. Ушки хорошо прилетают к голове. А тут у нас все в порядке. А здесь... Красавица. Просто красавица. Просто красавица. А, сразу тут нашла девочка. Ушки прилегают. Укажи, пожалуйста. Вообще серебристые окрасы... У нас вчера было в Бринге. Много я рассказывала, чем серебристые окрасы плохие и хорошие. Ну, с одной стороны, такой красоты. Попробуйте еще поискать такую красоту. Но с другой стороны, как правило, серебристый окрас привносит цвет глаз не просто зеленцу, а неоднородную зеленцу. И если они ровно желто-зеленые, это не грех. Если зеленые, это кураж. Если медные, это редкость. А вот неоднородный окрас глаз, это уже грех. А я же в твои глаза еще не смотрела. Покажи, пожалуйста. Ну, такой, знаете... Во-первых, это юниор. Вокруг зрачка небольшая зеленца вполне может пройти. Но, опять же, хотелось бы... Чуть короче шерсть. К чему тебе еще придался? Да нет, к чему придался. Смотрите, какая красивая женщина. Не будущее, не улучшение. А теперь еще более ближние ушки к руке. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. О, вот так и стынет. Можно и стынет. Глаза оттуда. Смотрите, какой чудный, бесконечный тип пирамид. Ты ей вологу задрал, а оно, бедное, одно ухо больше пришало, а больше второе оттопырило. И молчит. Чему ее легло. Отличное окошко. Так, спас котиша и страйк. Я уже вчера говорила, в принципе, я разведенец, ну, уже, наверное, с 30-летним стажем. И на самом деле, где рта, кстати, у нас? Страйк у нас номер... Сто тридцать план. Сто тридцать план, да. И на самом деле, страйка я бы не выводила вообще в выстаночный класс. Почему? Это дитя любви, скотиша и носителя, вьена скотиша. И, в принципе, сама по себе кошка. Ну, и не обязана быть живописной. Вот, кошка, неважно, потому что сейчас, чтобы получить страйк, нужно, чтобы один родитель был скотиша, один родитель был убеден скотишем, другой – страйк, потому что от двух скотишей получаются одни неприятности. Деформация позвоночника, в общем, действительно серьезные неприятности, это генетическая мутация. Что тебе сказать? Красавец ты? Стык, красавец ты у нас, конечно.